Попробуем приготовить слоеное тесто, чтобы потом в дальнейшем можно было делать различные вкусные вещи. Пироги, торты и так далее. Слоеное тесто. Что нам нужно для этого, да? 300 грамм муки, пол чайной ложки мелкой соли, один стакан воды и сливочное масло, около 250 грамм. Итак, слоеное тесто. Насыпать на доску 300 грамм муки. Насыпать на доску 300 грамм муки. В середине сделать лунку и в нее насыпать пол чайной ложки соли. Влить один стакан холодной воды. Смешать муку с водой. Чтобы получить упругое, но не сухое тесто. В случае необходимости добавить еще воды. Это тесто скатать в шар и отложить на 30 минут, прикрыв салфеткой. Затем отвесить кусок масла в 2 раза меньше веса теста. Масло должно быть одной консистенции с тестом. То есть масло в 2 раза меньше, чем тесто. Тесто раскатать в виде прямоугольника, так чтобы края его были немного тоньше, чем середина. Положить в центр подготовленного кусок масла и завернуть края теста в виде конверта. Слегка посыпав сверху мукой, раскатать тесто с маслом в длинную и тонкую полоску. То есть слегка посыпав сверху мукой, раскатать тесто с маслом в длинную и тонкую полоску. Сложить ее втрое. Перевернуть сложенное тесто боковой стороной к себе и еще раз раскатать. А затем снова сложить тесто втрое. Эта операция называется дать тесту 2 оборота. Так как оно дважды складывается и раскладывается. Отложить тесто в прохладное место на 20 минут, прикрыв салфеткой. Затем вновь сделать 2 оборота. Затем снова положить в холодильник. Снова положить в холодильник. И в последний раз раскатать таким же образом. После этого тесто готово к выпечке. Из него волованов, буше, пирожков, всяких пирожных и тортов. Так, ну вот. Если это еще раз прослушать, то наверное будет понятно сколько раз нужно перекатать. Дать обороты, да. Дать 2 оборота сколько раз нужно. Французские кондиктеры предупреждают, что приготовление этого теста весьма сложно. Да, то есть это весьма сложно приготовление этого теста. Могу сказать, что я ни разу этого еще не делал. Тем более для начинающих хозяек и хозяев. Но советуют не отчаиваться и практиковаться в его приготовлении. Так можно чаще, чтобы достигнуть успеха. Так как результат стоит приложенных усилий. Должен честно признаться, что мне терпения не хватает. И когда требуется слоение теста, я пользуюсь с успехом другим рецептом. Ну это то есть написано так. Здесь написано, что вот этому человеку не хватает терпения. Вот. Спасибо и приятного аппетита. Попробуем его сделать. Пойду на кухню и попробую тоже. Спасибо. 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 Спасибо.